Конкурс, который был объявлен для субъектов федерации для распределения денежных средств в связи с поддержкой социально ориентированных организаций, он был первым, и для первого конкурса он прошел, я считаю, очень успешно, потому что было подано 53 заявки, из которых 4 не соответствовали условиям конкурса, позже немножко были поданы 49 заявок. Они все стали победителями, и это было решение, почти единогласное решение комиссии, чтобы поддержать все субъекты федерации, которые заявились, для того, чтобы не убить вот эту вот искру, которая у них зародилась в связи с объявлением конкурса, искру вообще взаимодействия с некоммерческими организациями, поддержки, изыскания возможностей в бюджете найти какие-то средства, потому что все программы, они строились на условиях софинансирования, обязательно софинансирования со стороны регионального бюджета, и то, чтобы 49 субъектов победили, конечно, может быть для некоторых субъектов это обидно. У нас Самарская область была на первом месте среди наших участников конкурса, была очень на высоком месте и Новосибирская область, и Архангельская, и Санкт-Петербург, но на самом деле получилось, что победители все, и может быть вот этим наиболее продвинутым, Ярославская область, конечно, наиболее продвинутым регионам, было немного обидно, что они получили, также на том же уровне рассматривались, как и другие регионы, которые не настолько, может быть, хорошо и четко прописали заявку, не настолько хорошо сделали нормативный акт. Я уже говорила сегодня, что многие нормативные акты валибатированы последним днем конкурса перед подачей. Но на самом деле то, что субъекты в первом году победили все, я думаю, что это очень положительно, потому что на будущий год будет, наверное, больше еще заявок, будут, наверное, более жесткие критерии, и, наверное, на будущий год все-таки получат лучшие, а не просто все, кто заявился. Но в целом конкурс был, вообще инициатива, конечно, очень важная, и конкурс, я считаю, был очень успешный. Спасибо.